Итак, мы продолжим наше изучение примеров исторического регресса, и следующим примером будет регресс Харабской цивилизации. Харабская цивилизация возникла в долине реки Инд в 27 веке до н.э. В это время, по данным археологов, начинается переселение жителей долины Инд в города, которые стали крупнейшими в тогдашнем мире. По одному из таких городов, которые получили название Хараба, была названа эта цивилизация. Ни один город тогдашнего мира не имел такой четкой планировки и такой совершенной системы канализации, как города Харабской цивилизации. Самые ранние образцы письменности, найденные здесь, относятся к третьему тысячелетию до н.э. Вместе с медью население использовало также бронзу, для изготовления украшений использовалось золото, серебро и свинец. Украшения достаточно в большом количестве найдены, кроме металлов, также из камня и кости. И количество ожирений бус, колец и браслетов, которые находят археологи, очень велико. Также, как и по другим случаям древних цивилизаций, можно сказать, что жители инской цивилизации торговали с соседними странами. И с Южной Индией, с Афганистаном и Ираном. Однако, начиная с XIX-XVIII веков до н.э., археологи находят все признаки упадка. Интересно, что сперва кризис поразил центральные районы цивилизации. И только через одно-два столетия начинает запустевать окраинные области. Самый большой город инской цивилизации, который называется Махенджа-Дар, пришел в упадок не потому, что его разгромили враги, а просто потому, что он был заброшен. На месте больших общественных зданий выросли маленькие плохо построенные домики. И для их строительства брали кирпич из руин общественных зданий. На главных улицах появляются гончарные печи, как это оборудовала археология. Все достижения культур не исчезают. Торговля с соседними странами сворачивается. Письменность была забыта. К 1700 году до нашей эры большинство городов было заброшено. И численность населения в этом районе сильно уменьшилась. Основные черты регресса были следующие. Города были покинуты жителями. И города разрушились сами. То есть вследствие запустения. Письменность была забыта. Керамика изготавливается в речне без гончарного круга. А раньше на гончарном. Детал начинает использоваться значительно реже. Предметы роскоши почти исчезают из находок археологов. Предметы зарубежной торговли перестают находить. Обезлюдение, сокращение численности населения. И при этом нет следов того, что на эти территории в данное время переселились какие-то пришельцы. Как мы видим, черты регресса харапской цивилизации полностью идентичны мекенскому регрессу. Харапский регресс, так же как и мекенский, поставил перед историками непривычную для них задачу объяснить широкой общественности причины этого явления. Но, как вы можете догадаться, объяснения эти были не оригинальны. Ранее всего, в 1953 году, английский археолог Уивер, который исследовал эту цивилизацию, предположил, что харапскую цивилизацию разрушили втрукшиеся с севера арийские племена, которые, собственно говоря, принесли в Индию ингарийские языки. Однако, современные ученые считают, что вторжение ариев не объясняет установленные факты. Нет следов пришельцев тех слоя земли, которые относятся к началу кризиса. Регресс происходил безбушательства извне. И при этом, вот если в Греции города, не все, но некоторые из них, были разрушены в результате штурма, то в инской цивилизации эти города были просто покинуты жителями и превратились в руины естественным путем. Тем не менее, здравый смысл историков подсказывает им, что носители инской цивилизации не могли добровольно отказаться от прогресса. Поэтому, хотя никак не получается, чтобы это варвары какие-то разрушили эту цивилизацию, тогда в ход пускаются причины второго фактора, то есть природные какие-то явления. Засуха. Или наоборот, некоторые говорят, наводнение. Вырубка лесов. Изменение русла реки. Вот река там такая-то пересохла. Но извините, арабская цивилизация была самой большой цивилизацией древнего мира. Она превышала Месопотамию и Египет вместе в Зятве в разы. Ну, пересохла какая-то река. Но им же не пересох. Почему из-за этого все население должно было исчезнуть куда-то? Поэтому мы просто применим нашу теорию в очередной раз и увидим, как все происходило на самом деле. Так вот, нужно сказать, что раньше всего города возникли не там, где находились центры в более позднее время инской харабской цивилизации, а южнее по течению реки Инг в современной пакистанской провинции Синд. Тут возникла культура Амрии еще до того, как появилась харабская цивилизация. Причем, вот можно с уверенностью сказать, что и культура Амрии, и, собственно говоря, цивилизация Харапы были основаны на лиманном земледелии. Я об этом подробно ранее рассказывал. Но для тех, кто не слушал, коротко объясню. Лиманное земледелие – это земледелие без обработки почвы. Когда за счет того, что разливается река, земля промачивается, а потом, когда вода сходит, по этой поверхности мокрой раскидывают семена и просто втаптывают их в землю. Либо скот прогоняют, либо даже люди ногами. Вот такая форма земледелия просуществовала в провинции Синд до нашего времени. Ее зафиксировали современные этнографы. Синд – это пустыня, по которой протекает река Инд. И там земли, пригодной для лиманного земледелия, очень и очень немного. И, вероятно, по второму нашему закону, резервуар, цивилизация возникла именно здесь, потому что чем меньше резервуар, тем раньше он наполняется. И вот культура Амри, она возникла на юге провинции Синд. Но потом, когда фронт земель, пригодные для земледелия были исчерпаны, население забросило города этой культуры и поднялось выше по течению. Современный Пенджаб, где, конечно, районы, пригодные для лиманного земледелия, были значительно больше. Постепенно пришельцы освоили всю долину Инда. И когда рост населения привел к тому, что начались конфликты за землю, им пришлось строить города, укрепленные для того, чтобы можно было там обороняться от соседей. Дальше возникла социальная стратификация, государство, письменность. Но рост населения продолжался, и когда все пригодные для земледелия земли были освоены, начались миграции. И миграции, мы знаем, куда были направлены, это четко просматривается по археологическим данным. Основная масса населения ушла на восток, вдаленную реки Ганг. Часть двинулась на юг. И так же, как в Микенской Греции, миграции начались из центральных районов, где, естественно, критический капитал был максимальный. Периферийные районы продолжали сохранять примерно на тот же уровень развития еще 100-200 лет. И только после того, когда население ушло из этих мест, из Средней Азии, проникают сюда племена Ариев, и начинают заселять эти земли, что, собственно говоря, привело к распространению индоарийских языков в Индии. Абсолютно так же, как это имело место в Греции, когда племена Арица пришли на опустевшие земли. Так что мы видим, насколько похожи все эти случаи регресса. Еще один пример исторического регресса – это цивилизация майя. Так же, как и хараптская цивилизация, она неевропейская, и, тем не менее, она имеет общие черты как и с неевропейской, так и с европейскими случаями регресса. Итак, мы несколько слов придется сказать о географии, потому что, в отличие от всех предшествующих примеров, вот эта часть мира нам известна недостаточно хорошо. Вот на схеме вы видите территорию, которая занимала цивилизация майя. Ну, большей частью это полуостров Юкатан. Но, кроме того, это и горные районы южней. Значит, на побережье Тихого океана протянулась довольно узкая равнина прибрежная, которая большей роли в истории майя не играла. А вот горные районы, видимо, были родиной майя. Здесь они зародились, здесь, вероятно, возникли какие-то навыки земледелия. Вот это первая зона их обитания, горы. Горы довольно высокие, достигают 3000 и выше метров. То есть, это не небольшие. Но горные районы, это и горные районы, что там места не очень много. И основная зона, откуда известна цивилизация майя, это зона влажных тропических лесов, которые расположены на север от Го. Примерно половина территории Юкатана, но, возможно, чуть меньше, это зона влажных тропических лесов. Если в горах осадка выпадает порядка 2000 мм, то в лесной зоне даже больше, от 2000 до 3000 мм. Чтобы слушатели имели представление, что такое 3000 мм, я скажу, что в среднем на восточно-европейском равнине выпадает 500 мм. То есть, это в 6 раз больше, чем большинство из нас привыкло чувствовать ежегодно. Значит, зона влажных тропических лесов, благодаря вот такому огромному количеству осадков и богатым вулканическим почвам, рекам, сильно заболочено, тут много озер. И леса здесь очень мощные, густые и представляют из себя самые настоящие тропические джунгли, как мы их привыкли видеть. А вот дальше, на север, на как раз той части Юкатана, которая выходит уже на побережье Атлантики, здесь расположена более засушливая зона. Это северная часть Юкатана, где осадков меньше 2000 мм, а в некоторых местах даже меньше 500 мм. При том, что в отличие от восточной европейской равнины, это климат тропический, здесь довольно жалко, а дожди упадают только в дождливый период. То есть, три зоны, мы видим, которые занимала цивилизация Мария. Значит, далее несколько слов надо сказать о хронологии возникновения этой цивилизации. Так вот, первые города возникают еще в доклассическом периоде. Это с 1000 по 350 годы до нашей эры. То есть, можно считать, что это начало цивилизации. Но апогеи, высшая точка расцвета этой цивилизации, это классический период, который продолжался в 250-е, в 950-е годы нашей эры. Политическая структура цивилизации представляла из себя города-государства, которые воевали между собой, входили в союзы, но это были отдельные государства. Для городов Майя характерны значительные размеры. Даже, возможно, больше, чем для харапской цивилизации. И самые большие были там же, как и в Харапе, более 100 тысяч человек. Ну, конечно, известно особый архитектурный стиль Майя, эти знаменитые пирамиды, которые были ступенчатыми, и которые вы сейчас видите на фотографии с храмом наверху. Кроме того, Майя строили большие и очень пушно украшенные дворцы. Очень такая специфическая форма прикладного искусства. Ну, это естественно, поскольку пространственная изоляция. Кроме того, у Майи существовала письменность. Хотя это была иероглифическая письменность, но тем не менее, она была самая продвинутая в доколомбовой Америке. Что можно сказать о хозяйстве? Вот, хозяйство было подсечное земледелие. Ну, во время сухого сезона, когда дождей нет, растительность сурмали, высушивалась она под палащим солнцем, а потом, перед национально-влажного сезона, это все сжимали и сели севина без обработки почвы. То есть, так же, как и во всем мире, где существует подсечная система. Что касается сельхозкультуры, то это кукуруза, фасоль и тыква. Значит, получасток использовался один, максимум три года, а период пара длился восемь-десять лет. Вы спросите, как же они выращивали без обработки почвы от одного до двух лет? А они просто на просто ямочку копали и бросали семена. То есть, обработки всей поверхности не производились. А за один-два года участок, ну, почвь еще недостаточно была истощена и по этому урожаи были хорошие. Значит, так вот, именно с этим периодом, классическим, наибольшим расцветом цивилизации майя, была связана территория влажных трапевтических лесов. То есть, южнее. Северная вот часть, о которой, он говорит, более засушливая, с район, район с обедными осадками. Здесь были расположены самые крупные и богатые города. Значит, все вот вот эти знаменитые постройки, все вот эти прекрасные образцы были созданы именно в этот период. То есть, в тот период, когда основная масса населения проживала в зоне важных трапевтических лесов. Упадок цивилизации произошел между II и IX веками н.э. Города пришли в упадок и были оставлены жители. Как уседует ожидать, большинство историков связывают причины упадка цивилизации Майя с внешними факторами. Опять же, мы видим привычный нам набор. Это внешняя экспансия каких-то племен и изменение там торговых путей, но главным образом это изменение климата. Значит, что касается вторжения. Не нашли археологи никаких следов вторжения. Были найдены только следы вторжения тальтеков. Ну, тальтеки это народ, который живет в северном, на Мексиканском Нагоне. Но вот эти следы, они относятся задолго от того времени, когда начался упадок. Поэтому они не могут служить его причинам. Кроме того, напомню, что города были не разрушены давно, а были просто останы. Поэтому самая популярная это теория засухи. Существует огромное количество литературы, там доказательства, была засуха. Но что бы я хотел обратить внимание? Дело в том, что как раз вот этот период, когда начинается упадок в зоне тропических лесов, появляются новые города и начинается рассвет старых городов на севере. То есть в зоне засушенной, там где не было тропических лесов. Что мы можем сказать? Очевидно, что произошел переток населения. Вот на карте вы видите города в кружочках помечены это более ранний период, период расцвета и квадратиками это период упадка. То есть все города в зоне тропических лесов пришли упадать, зато возродились города северные, засушенная зона. Ну очевидно, просто вот даже спорить не о чем, потому что население переместилось на север. теория засухи совершенно не выдержит в этом случае никакой критики. Почему? Потому что если бы действительно была такая засуха, то в первую очередь пострадала бы засушливая зона, а не зона тропических лесов. Потому что в засушливой зоне и так суха. А если бы еще засуха, так вообще жить было невозможно. Но дело-то как раз в том, что майя уходили из зоны влажной в зону сухую. То есть они получаются в время засухи ухли туда, где засуха была еще более сильной. То есть опять мы видим те же самые нелепости, которые возникают тогда, когда пытаются объяснить упадок внешними факторами. Значит, что произошло? Зона тропических лесов это зона избыточного увлажнения. А для многих культур, в том числе и кукурузы, и фасоли, переизбыток влаги вреден. Растения просто погибнут. И поэтому в зоне тропических лесов было не так уж много места для пластичного земледелия. То есть это были места с хорошим дренажом. Где-то на склонах, на каких-то подъемах, на возвышенности, а там даже обнаружили археологию, что в некоторых случаях они специально насыпали искусственные холмы такие, искусственные ряды, создавали, чтобы влага излишняя стекала. Поэтому, когда критические конфетенции слишком высок, началась борьба за землю, возникли города, возникли государства, появились вот эти высшие социальные слои, которые все мы командовали, управляли. Но потом население начало уходить на север. На севере зона засушливая, там перевлажнения нет, там сухие леса, небольшие, и кустарники. И там как ни странно, возможностей для ведения подсечного земледелия больше, потому что такой территории во время сезона дождей вполне хватает для того, чтобы получить больше урожая, чем в зоне леса. Так что и эта загадка, в общем-то, никакой загадки в себе не представляет. Единственная причина в том, что те, кто пытается такие загадки разгадать, они действуют с точки зрения здравого смысла, а теории, конечно же, они не признают.